Итак, друзья, перед тем, как мы перейдем к видео и к самому флоришу, собственно говоря, я бы хотел от себя лично порекомендовать магазин игральных карт CarsDealer.ru. Там вы сможете купить любые карты для Cardistry, фокусов, шулерства, а также игры в покер. И самое главное, по самым низким ценам. А если вы введете промокод Cardistry, то цена будет еще ниже. У магазина уже тысячи довольных клиентов, и этот магазин не разочарует и тебя. У магазина есть группа ВКонтакте, где вы сможете поучаствовать в конкурсах и акциях, и приобрести колоды еще по более низким ценам. Ссылочки я оставляю в описании и от себя рекомендую этот магазин. Итак, ребят, всем привет! Вы знаете, у меня есть второй канал, называется Cardistry Shorts. И там я заливаю короткие и легкие видео для начинающих. Вот, и вот этот флориш я долго думал, куда залить. Либо на этот основной канал, либо на второй, потому что этот флориш легкий. Но потом я подумал, что этот флориш все-таки не совсем для новичков, потому что там есть движения, которые будут, скажем так, неудобны начинающему зрителю. Поэтому я решил залить именно на этот канал. И это видео будет очень коротким. Но, если вы самый вот, который вот только-только взяли карты в руки и хотите что-то выучить, то этот флориш для вас будет идеальным. Значит, как он выглядит? Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вот и весь флориш. Давайте без лишних слов я покажу, как это делается. И вы уже выучите его за пять минут. Итак, значит, что мы делаем? Делаем сначала, если я не ошибаюсь, это называется Swim Cut. То есть, вот такие вот штуки, да? А в чем прикол этого ката? То есть, кто-то вот, кто с картами занимается, они сейчас скажут, да это же легко сделать. Но вспомните себя, когда вы начинали. То есть, когда я начинал, вот эта штука мне не сразу далась. Поэтому давайте попробуем сейчас ей научиться, если вы этого не умеете делать. Значит, держим колоду в таком положении. Два пальца здесь, один здесь, этот держит. И нам нужно отломить. Здесь мы отламываем примерно, скажем, одну пятую. Почему? Сейчас поймете позже. Значит, отламываем вот такую маленькую стопочку. И вот этой частью надо нам ее захватить. Сюда. Затем повторяем движение. И делаем то же самое. Перехватываем вот сюда. То есть, еще раз. Давайте вот так сбоку. Раз, два. Все. Раз, два. Далее нам нужно, значит, вот с этого момента нам нужно перевернуть стопку. И разделить ее на две части. Значит, перевернули. Выпукла вот эта стопка. Нам ее нужно забрать. Как мы ее забираем? Указательным пальцем выдвигаем вниз. И как только она внизу, мы ее перехватываем вот этими двумя пальцами. Раз, два. Так. И перехватили. Держим вот эти две стопки в таком положении. И затем последнюю стопку нам нужно просто положить вот сюда на эти две стопки. И таким образом мы создаем треугольник. Теперь давайте еще раз медленно. Раз, два. Перевернули. Выпуклость. Забрали указательным пальцем. Три. И финальный элемент. Положили вот эту стопку сюда. И создали треугольник. Закрываем мы его очень просто. Вот эту стопку опускаем вниз, а эту наверх. Все. Ничего сложного. Единственное, опять же, возвращаемся к теме того, что вот это движение будет не всем удобно и приятно на первых порах. Вот. Но учится оно довольно-таки легко. И потом вы будете делать вот с такой скоростью. И это очень просто. Вот такое было коротенькое видео. Я надеюсь, для новичков это было полезно. И надеюсь, выучить этот флориш. Пишите комментарии, на какие флориши вы хотите обучения. Кстати говоря, скоро будет обучение на флориш, который вы так очень все ждали. Я сейчас отрабатываю скорость и плавность на нем. И скоро выпущу этот видос. Поэтому не пропустите. Лайк и комментарий этому видосу. Не забудьте подписку и колокольчик. И до встречи в новых видео. Всем пока.